Рада вас приветствовать, дорогие зрители моего канала! Сегодня я для вас подготовила вот такой симпатичный двухцветный орнаментированный узор. Обратите внимание, как красиво смотрятся вертикальные дорожки из вытянутых петель. Раппорт узора составляет всего 10 петель и 4 ряда. Такой узор вам отлично подойдет для вязания варежек, шапочек, жилетов и как отделка. Для поворотного вязания вам необходимо набрать количество петель кратные 10 плюс 2 кромочные. Изнаночная сторона у этого узора выглядит аккуратно, просто изнаночные петли. Через каждые два ряда мы будем менять цвет нити. А теперь давайте приступим к вязанию. Для своего образца я набрала 22 петли. Первый ряд узора. Кромочно снимаем, не провязывая. Затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее нить за работой, переснимаем петлю, не провязывая. После этого вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Переснимаем петлю, не провязывая. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за работой, переснимаем петлю, не провязывая. В конце кромочной провязываем изнаночной. Готово. Провязали. Второй ряд узора. Вяжем таким образом. Кромочную снимаем, не провязывая. И переснятую петельку продолжаем переснимать, при этом нить перед работой. А изнаночные петли привязываем изнаночными. В конце кромочной также провязываем изнаночные петли. Провязываем изнаночные петли. Провязали. Третий ряд узора. Добавляем нить основного цвета. Когда добавляется нить другого цвета, мы первую кромочную провязываем лицевой. Далее в начале вяжем 2 лицевые. И нить за работой переснимаем петлю, не привязывая. После этого мы повторяем 4 лицевые. И переснимаем петлю, нить за работой. И так чередуем. 4 лицевые. И переснимаем петлю, нить за работой. Еще раз. 4 лицевые. Переснимаем петлю, нить за работой. В конце 2 петли провязываем лицевыми. В конце кромочную провязываем изнаночные. Провязали. Четвертый ряд заключительный вяжем таким образом. Кромочную снимаем не привязывая. Затем в начале 2 изнаночные. Далее повторяем. Нить перед работой переснимаем петлю, не привязывая. И 9 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее. Смотрите, если будет у вас длинное полотно, так и продолжаем. Нить перед работой и 9 изнаночных. Но так как я набрала всего 22 петли, то в конце необходимо нить перед работой переснять, не провязывая. И в конце 7 изнаночных. И кромочную провязываем изнаночной. Далее повторяем узор с первого ряда. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!